Галина Хамитовна, здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте. Международный день стандартизации это все-таки ваш профессиональный праздник, поэтому хочу вас поздравить, пожелать вам успехов на трудовом поприще, благополучия в семье, здоровья крепкого и успехов во всех ваших начинаниях. Спасибо большое за поздравление. Расскажите нам в начале, пожалуйста, на сегодня, с начала этого года, сколько в нашей стране появилось новых государственных стандартов? С начала 2016 года внедрено более тысячи стандартов. Это стандарты в области, в основном, таких отраслях, как машиностроение, химия, нефть и химия, продовольственное сырье, пищевые продукты. Есть масса стандартов, которые как технические условия на продукцию, так и на методы контроля внедрены новые. Не стоит на месте и стандартизация в области услуг потребления. Введен новый стандарт на услуги парикмахерских. Готовится к принятию технический регламент Республики Беларусь, обслуживание транспортных средств в автомастерских. Вообще, как покупателю понять, что товар, который лежит на полке, он соответствует всем государственным стандартам? Вот как определить? Как узнать это? О соответствии продукции требованием того-либо иного стандарта говорит в первую очередь маркировка. Если вы на маркировке видите, что продукция замаркирована ГОСТом, СТБ, либо ТУ, и на ней стоит знак соответствия ЕАЭС, это соответствие Евразийского экономического союза, или знак СТБ, это соответствие Национальной системе подтверждения соответствия, то есть стандартам Беларусь, то эта продукция прошла процедуру оценки соответствия, и ее можно употреблять, она безопасна и качественна. В настоящее время существует две формы подтверждения соответствия, то есть сертификация и декларирование. А как вообще у вас проходит вот этот процесс сертификации? Как он протекает? Как обратиться к вам? Что для этого необходимо? Для того, чтобы засертифицировать продукцию, нужно просто обратиться к нам в орган по сертификации продукции, либо услуг, заполнить соответствующее заявление, заявку, оставить прилагаемые документы, которые необходимы для проведения процедуры сертификации. И далее, если это процедура сертификации, то эксперт-аудитор рассматривает заявку, рассматривает все прилагаемые документы, составляет программу испытаний в соответствии с требованиями нормативных документов, выезжает к изготовителю, либо заявителю на место хранения образцов, отбирает типовой образец для проведения испытаний, передает его в испытательные лаборатории, либо центры. При получении положительных результатов оформляет сертификат соответствия. Но это, я сказала, у партии продукции. Если же мы проводим сертификацию серийного производства, то тут чуть другая схема. Здесь уже предусмотрена оценка производства, оценка состояния производства. Ну вот, скажем, за последние полгода доводилось ли отказывать людям в сертификации? И вообще, сколько сертификатов было выдано за этот период? За последнее время органам по сертификации продукции и услуг Гомельского ЦСМС выдано порядка 360 сертификатов соответствия. Как таковых отказов в сертификации не было. Отказывается в сертификате только при наличии отрицательных результатов при проведении испытаний. Если устанавливаются какие-то несоответствия по ходу оценки производства, то предприятию дается время на устранение несоответствий, и далее уже выполняются работы по выдаче сертификата. Галина Хамитовна, интересно узнать, насколько наши отечественные стандарты приближены к европейским, международным? Расскажите, пожалуйста. Из вновь принятых в 2016 году более тысячи стандартов, почти более 50% из них гармонизированы с международными, либо европейскими стандартами. Выпускается новая продукция, новые виды продукции, и, соответственно, методы контроля к ним применяются более совершенные. Что ж, Галина Хамитовна, спасибо вам большое, что вы нашли время, ответили на наши вопросы. Спасибо большое, Анна, что вы к нам пришли, что вы уделили время нашей организации, поздравили нас с профессиональным праздником и в преддверии нашего праздника. Хотелось бы пожелать всем успехов в работе, профессионального роста, ярких и позитивных идей, новых направлений и видов деятельности, Ну и, конечно же, всем крепкого здоровья, успехов, тепла, уюта и добра в ваших семьях и в наших тоже.